Привет всем, с вами Джексон и сегодня будет распаковка телефона с длинным названием. Это у нас DOOGEE Valencia 2 i100 Pro. В общем, вот такая у нас коробочка, на ней есть краткие характеристики. Указано, что это у нас 2,5T дисплей, тут 13 мегапиксельная камера от Sony, по правде нет. Может быть она и от Sony, но 8 мегапиксельная, до 13 тут интерполяция, это 100%, везде это указано. И также с другой стороны у нас указаны краткие характеристики. У нас тут 5-дюймовый дисплей, HD-разрешение, IPS, OGS. Процессор у нас тут MTK, MT6735, 4-х ядерный. Он не очень мощный, но у него хороший видеоускоритель, поэтому в играх проблем никаких не будет. Операционная система у нас тут Android 5.1, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 накопителя, поддерживает 4G. И у нас указано, что якобы у нас еще фронтальная камера на 8 мегапикселей. 8 там или не 8, утверждать не буду, но знаю, что основная камера точно с интерполяцией. На коробке больше нет никаких технических характеристик. Единственное, что еще могу сказать, что у нас идет он в сером цвете, и сзади у нас текстура похожая на сталь. Но, правда, это у нас пластик. Ладно, давайте достанем телефон, посмотрим, что у нас там. Телефон у нас сразу идет с прозрачным вот таким вот пластиковым чехлом. Ну, не очень хороший чехол, но благо он в комплекте есть, это неплохо. Мне нравится в этом плане китайцы, то, что часто они ложат пленочки, чехлы. Ну, кстати говоря, тут и пленочка есть, вот она. То есть комплект у нас тут богатый, сразу же положили уже и пленочку. Ладно, давайте посмотрим все-таки на сам телефон. Вот таким образом он у нас выглядит. Действительно, у нас тут 2,5D дисплей, как видите, он по бокам вот скошен, хотя, может быть, на камеру не очень хорошо и видно, но оно тут есть. И вот такая вот у нас задняя текстура поверхности. Выглядит реально как сталь, даже с первого взгляда не отличишь, но по ощущениям это пластик, он не холодненький, он теплый. Давайте его откроем, посмотрим, что у нас там внутри. Сразу же обратил внимание, что у нас ни с одной стороны нету никакой выемки, чтобы его специально открывать, так что придется ковырять и пытаться открыть его. Открывается крышка вообще нелегко, очень туго. Кроме того, это, наверное, недостаток, поскольку это у нас пластик. И вот в этих вот частях, где вы будете открывать, смотря с какой стороны, скорее всего, вы нанесете ногтями царапины. Кстати говоря, у нас тут на крышке внутри есть вот такой вот рельефный рисунок. Не знаю, для чего это, но выглядит классно. От крышки у нашего телефона скрываются три слота. Первый у нас идет для microSD-карточек, второй у нас для SIM-карты, для microSIM-карты и последний для полноразмерной SIM-карты. Аккумулятор в нашем телефоне имеет объем 2200 мАч. Ну ладно, смотреть тут больше нечего, давайте его соберем и включим. Ну, хотел бы еще сказать, что вот рельеф тут весьма утоплено, поэтому если у вас очень короткие ногти, очень трудно ее доставать, я поэтому даже воспользовался ножиком, чтобы ее поддеть. Хотел бы вам поближе показать текстуру нашей задней крышки. Реально переливается как металл и выглядит как металл, но по правде это все дело пластик. В комплекте с телефоном, также кроме пленочки и чехла, у нас идет зарядник на 1000 мАч. Также USB-кабель самый простой, тут никаких надписей дуги и подобного нет. И также в комплекте у нас идут фирменные наушники с надписью дуги. Они у нас идут внутриканальные, вот таким образом выглядят. Не знаю, как они будут звучать. И также у них тут есть микрофон и кнопка ответа на вызов. Вроде бы по комплектации и все, но у нас еще в комплекте есть инструкция, кстати говоря, на русском языке. Но не знаю, кто этот текст писал. Он очень корявый, очень много орфографических ошибок. Так что, в общем, можете даже остановить, почитать. Например, у нас тут мобильный телефон содержит в себя некоторые разъемные части. Ну ладно. Ну, очень много всяких орфографических ошибок. И вот вторая часть. Кому будет интересно, можете остановить, почитать. Ну, реально написали очень коряво. Это не критично, поскольку, навряд ли кто-то из вас будет читать инструкцию. Но, по-моему, это достаточно забавно. К тому времени, пока мы рассматривали комплектацию, телефон у нас давным-давно включился. Давайте его включим, посмотрим, что у нас там. Тут у нас оболочка Android 5.1. Давайте зайдем в настройки. Сменим язык. Есть множество языков. Среди них и русский. Еще хотел бы посмотреть, как снимать тут камеры. Все-таки говорил, тут у нас идет интерполяция. С 8 до 13 мегапикселей. Ну, 8 честных, я думаю, тут должно быть. Давайте что-нибудь сфоткаем. Освещение у нас тут, ну, можно сказать, среднее. И стоило бы еще, наверное, сфоткать какие-нибудь мелкие буквы. Для этого я взял инструкцию. И теперь можно протестировать видеозапись. Но прежде чем будем тестировать, нужно ее настроить, поскольку, вероятно, тут установлено не самое высокое разрешение. Так, качество у нас тут есть высокое и хорошее. И нравится мне в китайцах то, что очень часто отвечает за такое. Уже вижу телефон с этим. У них очень странно располагается это меню. У них есть низкое, среднее, высокое и хорошее. Разница между высоким и хорошим не совсем понятна. Но думаю, что самое последнее, это самое лучшее. Выбираю хорошее. И давайте попробуем снять видеозапись. Раз, два, три. Тест видеозаписи телефона DOOGIE i100 PRO. Таким образом он снимает. Вот макро фокусируется вроде быстро, но освещение не очень плохое. Также мне любопытно прогнать этот телефон через Antutu. Какой же результат он мне выдаст. Но я предполагаю, что это будет около 20 тысяч баллов. Кажется, вроде бы и мало, но все-таки это честный результат. И этот процессор больше не выдает. Ну, может быть, 22 тысячи 23. Но это уже зависит от разрешения экрана. А так больше он не выдает. Но зато у него есть большой плюс. Давайте посмотрим в информации. Это у нас графический процессор Mali-T720. Весьма мощный. Его достаточно для большинства современных игр. Также тут в информации я заметил такую особенность. У нас модель процессора 6735. Насколько я знаю, это 64-битный процессор. А у нас тут стоит 32-битная система. Не знаю, почему так. Возможно, я ошибаюсь. Может, так и должно быть. Об этом прошу, напишите в комментариях. Указано у нас тут, что HD-разрешение дисплея. 2 гигабайта оперативной памяти. И, в общем, это все. То есть, видите, у нас тут указано, что процессор у нас 64-битный. А операционная система у нас 32-битная. Не знаю, с чем это связано. Возможно, так и должно быть, опять же повторюсь. Из датчиков у нас тут есть акселерометр, датчик освещения, датчик приближения. Также телефон поддерживает сети 4G и имеет GPS. В Antutu, как я и говорил, наше устройство набрало 20 тысяч баллов. Кажется, маленький рейтинг. Он был еще актуален, наверное, один-два года назад. Но, все-таки, несмотря на это, поскольку тут железо уже более новое, 2 гигабайта оперативной памяти, более мощный видеоускоритель, нежели в старых процессорах. Это видно по интерфейсу. Все работает очень плавно, быстро. Особенно заметно 2 гигабайта оперативной памяти. Ничего не вылетает. То есть, мы, допустим, открываем приложение, даже тот же самый Play Market. Можем открывать много приложений. При этом они все у нас оставляются в фоне и не закрываются. Это очень удобно. И все-таки, 1 гигабайт оперативной памяти, это не актуально уже давным-давно, я считаю. Поскольку, в основном, операционная система, как минимум, где-то 400 мегабайт живет. И у вас все время свободно около 600. А 2 гигабайта это оптимальное решение. Грубо говоря, 1,5 гигабайта оперативной памяти остаются свободными для ваших приложений. По первым впечатлениям, телефон мне понравился. Явных недостатков пока что в нем не вижу. Но это только распаковка. Нужно его потестировать примерно 2-2 недели. А потом уже сделать полноценный обзор. Так что, по первым впечатлениям, могу сказать, что телефон хороший. Нравится его дизайн, нравятся вот эти вот скошенные углы на стекле. Но, в общем, телефончик вроде бы неплохой. Тем более, за свою цену, со своими характеристиками. Многие, наверное, посмотрят, скажут, почему такой слабенький процессор. Но нет, все-таки оптимизация тащит. Хоть и слабенький процессор, но при этом все работает очень быстро. За счет хорошего видеоускорителя. И за счет 2 гигабайт оперативной памяти. В общем, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Опять же повторюсь, это не обзор, это распаковка. Я рассказал только первое свое впечатление. Далее я буду его тестировать, проверять полностью, искать в нем косяки. Если найду, обязательно вам их скажу. Но по первым впечатлениям я пока что ничего не нашел. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем-то, пока. Пока.